Уже к нашему эфиру присоединяется Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик. Дмитрий, я вас приветствую. Приветствую вас. Дмитрий, так или иначе, в России сейчас есть, не могу сказать, что два класса, но будем называть сторонники двух мнений. Одни подвержены пропаганде, едва ли не поклоняется Владимиру Путину и телевизору, который все эти новости о Владимире Путине невероятнейше рассказывает. А другие все-таки позволяют себе даже при определенных ужесточениях контроля высказывать свое мнение, вот как, например, в ресторане, за что потом лицом в пол кладут, либо же каким-то образом просто между собой обсуждать сколько-нибудь публично свое несогласие с позицией Путина. И так или иначе, сторонники двух этих мнений, они еще и противопоставлены друг другу. Как вы считаете, борьба с режимом в России, она должна начинаться с борьбы с режимом непосредственно или с теми, кто поклоняется этому режиму и кто поощряет этот режим? Ну, конечно, нужно вести борьбу с теми людьми, которые организовали войну, устроили войну, принимали решения. Это не только Путин, хотя он главный виновник, и он один из тех, кто, в принципе, принимал окончательное решение. Ближайшее окружение путинское, которое поддерживало войну. Ну, а, соответственно, те люди, которые с оружием в руках пересекли границы и начали какие-то там боевые действия уже на территории Украины, должны тоже восприниматься как преступники. Ну, очевидно, что пропаганда, конечно, оболванила там массы. И вот как раз с общественным мнением масс, я думаю, что будет еще возможность поработать, как это было когда-то сделано в Германии после Второй мировой войны. Это не значит, что всех удастся переубедить, но если в исторической перспективе посмотреть, то, конечно, не бывает никогда безвыходных ситуаций. Любое общество, оно всегда все равно проходит разные этапы. И в какой-то момент, как Германия, Италия, Испания и многие другие страны, которые тоже переболели всем этим империализмом, фашизмом, нацизмом и так далее, и стали приличными демократическими странами. Германия вообще является, наверное, локомотивом европейской экономики. Поэтому я надеюсь, что в перспективе, конечно, это все исправится. Владимир Путин в борьбе за свою власть поставил на кону судьбу абсолютно всей России. Так считает профессор Эрнгарского университета Соединенных Штатов Америки Александр Мотель. В интервью украинским средствам массовой информации ученый заявил, что после победы Украины на территории современной Российской Федерации очень вероятными станут внутренние вооруженные конфликты, в том числе между членами Федерации. Сейчас услышим цитату и продолжим с вами обсуждение. Россия может распасться на части, может произойти гражданская война или вообще война между разными частями России. Я лично убежден, что это не только возможно, но и очень правдоподобно. Это уже не просто фантазия. Россия может распасться на части, может произойти гражданская война или вообще война между разными частями России. Я лично убежден, что это не только возможно, но и очень правдоподобно. Это уже не просто фантазия, которая могла бы при определенных обстоятельствах осуществиться. С каждым днем она становится все более реальной. Александр Мотыль, профессор политических наук Радгарского университета США. Так вот, почему я спросила на данный момент, и при том, насколько сейчас развивается история, и развивается в принципе ситуация в самой Российской Федерации, с кем же нужно бороться в первую очередь. Потому что если мы себе представим, что либо режим Путина будет свергнуть, либо сам Путин денется куда-то или что-то с ним произойдет, так или иначе его сторонники, я имею в виду среди обычных людей, которые поддерживают этот режим, и которые, скажем, научились жить, и которые уже представили себе, что им так жить комфортно. Они ведь, возможно, будут поощрять продолжение этого режима в другом человеке, который может продолжать идеи и традиции Владимира Путина. Но это ведь также будет шансом для тех, кто все-таки видит для себя и для России другое будущее, не допустить более режима в России. Так вот, и как вы считаете, насколько вероятно сопротивление этих двух сторон, и у какой из сторон есть шанс на самом деле победить? Условно, кого больше? Во-первых, здесь на самом деле нет никакого гражданского противостояния. Есть коррумпированный преступный режим, который, по сути, оккупировал страну. Есть оболваненные пропаганды граждане, которые действительно хотят построить новый великий русский мир, там, большую империю возродить и все такое. Но, как правило, это небольшая маргинальная группа, до 10%, которая на самом деле не приучена к мобилизации. То есть это люди, которые всегда занимали достаточно пассивную такую позицию. И эти люди сейчас, конечно же, разочаровываются в режиме. И не просто так. Путин, на самом деле, боится, что именно такая сила политическая будет набирать вес. Так что, я думаю, в ближайшее время ожидается вообще репрессия против так называемых ультраправок. Как только Путин потерпит военные поражения в Украине, как только он потеряет поддержку граждан, я думаю, там будет и раскол элит, и запрос в обществе будет как раз не на продолжение войны, а запрос будет как раз на какую-то более спокойную ситуацию. Я думаю, что любой следующий после Путина будет вынужден договариваться с Западом, будет вынужден искать способы, а как снять санкции, на каких условиях. И, скорее всего, условиями будут вывод войск, выплаты репараций, ну и так далее. Освобождение всех оккупированных территорий и много-много другого. В этих условиях я не вижу, на самом деле, если Путин перестанет управлять Россией, то никаких предпосылок для гражданской войны я просто не вижу, кто с кем будет воевать. Я думаю, что как раз... К примеру, эти люди... Не будут, нет, не будут, обратите внимание на... А как же люди, которые доносят на других людей? Вот, опять же, не так давно, буквально вчера, у меня также было интервью на тему, ну не то чтобы будущего Российской Федерации, о том, насколько возможны еще хоть какие-то формы сопротивления внутри самой Российской Федерации. И вот была замечательнейшая история, когда просто супружеская пара сидели себе в ресторане, обедали, и между собой просто обсуждали, что они не согласны с тем, что делает Владимир Путин, что они не согласны с так называемой спецоперацией и с тем, что Российская Федерация совершает военные преступления на территории Украины. Другой посетитель это услышал, собственно, вызвал полицию и вот таким образом решил, скажем, этот вопрос. Люди себе кушали, потом оказались лицом на полу и, собственно, жену, если не ошибаюсь, отпустили, а мужа еще оставили в следственном изоляторе. Так вот, между этими двумя группами и может быть ведь сопротивление, потому что каждая из этих групп может бороться за ту Россию, в которой комфортно. А они себе представляют разную Россию. Значит, послушайте, если мы будем жить дальше при Путине, Россия будет дальше при Путине жить, то, конечно, может быть все, что угодно. И гражданская война, и развал, и распад России. Но мы сейчас говорим о ситуации, при которой Путин терпит военные поражения. Я не вижу для него перспектив как-то у власти удержаться в течение долгого времени. Но как только ситуация изменится, придет любой другой даже выходец из системы, поверьте, то самое главное решение будет приниматься в зависимости от того, как этот новый лидер будет договариваться с Западом. А он будет вынужден договариваться с Западом, потому что под санкциями Россия потерпит фиаско в экономике достаточно быстро. А любой новый после Путина не будет обладать сакральным рейтингом. Поэтому, чтобы удержать власть, он вынужден будет как-то решать экономические проблемы. Без Запада невозможно сделать. Значит, поменяются нормы. И люди, которые доносили, они просто поймут, что это абсолютно бессмысленно доносить на кого-то, потому что никто не приедет. А если приедет и попытается кого-то носом в асфальт положить, значит, эти люди окажутся сами за решеткой, потому что будет другая ситуация. И для простого примера, как это очень быстро меняется, давайте вспомним, даже я вам сейчас процитирую, Кубилиуса Андреуса Кубилиуса, это бывший премьер-министр Литвы, это депутат Европарламента, который очень хорошие примеры привел. Ну, например, взял Брежневское время, где мы когда-то жили в одной стране под названием Советский Союз. Я уже не говорю там про, когда 8 человек всего вышло против введения войск в Чехословакию и так далее. И люди не сопротивлялись никакой мобилизации, когда в Советскую Армию мобилизовывали. И во всех бывших республиках, да, и в Украине, и в Литве, и в Латвии он приводит. Да почему так было? Ну, потому что режим был настолько сильным, он пользовался поддержкой огромной армии силовиков, и просто протесты были в то время невозможны. Да, были диссиденты, были смелые люди. Но надо понимать, что Россия сейчас по уровню репрессий уже опередила, не знаю, Советский Союз в 80-х годах. У нас и количество заключенных больше, и за слова уже можно получить почти десятилетний срок. У нас Яшин 8,5 лет получил за правду о войне, Алексей Горинов 7 лет, и огромное число всяких разных активистов, активистов, которые сейчас кто в СИЗО, кто в эмиграции, кто штрафован, кто арестован. Вот такая ситуация. Но как только меняется власть, как только меняется внешнее обстоятельство, люди сразу начинают жить в совершенно других условиях, в других нормах. И количество людей, которые захотят жить просто нормально, их будет многократно больше. И плюс еще будет запрос в элитах на стабилизацию всей ситуации, потому что российские элиты всегда были интегрированы именно на Западе. И дети учились в университетах, и у них яхты, дворцы, недвижимость не в Северной Корее, а в Италии, Франции, в Штатах, в Испании и так далее. Поэтому запрос будет в стране, в случае, если путинский режим будет свергнут, запрос будет на договоренности с Западом, запрос будет на прекращение всей этой имперской политики, потому что этого хотят на самом деле только Путин со своим окружением и какая-то зомбированная часть телеаудитории. Просто она сейчас сильно заметна, она сейчас является мейнстримом. Но когда ситуация поменяется, их назад в угол загонят уже новые руководства, они будут там же сидеть в качестве маргиналов, как они сидели раньше в своем углу и не высовывались оттуда. Поэтому, если путинский режим потерпит фиаско, и если путинский режим будет свергнут, то я как раз не вижу никаких предпосылок на развал страны. Я вижу перспективы, наоборот, переучредить Россию на нормальных принципах, чтобы это была не империя, которая завоевывает чужие территории, а страна, которая будет заниматься решением собственных проблем, выплачивать репарации Украине, восстанавливать отношения с Западом и реформировать себя внутри. Дмитрий, ну вы на самом деле достаточно оптимистично настроены, по крайней мере сегодня так точно. Я хотела с вами еще один аспект обсудить. Хорошего от России можно ожидать только тогда, когда изменится ее административное территориальное устройство. Так считает секретарь СНБУ Украины Алексей Данилов. И вот по его словам, нынешняя политическая жизнь Российской Федерации направлена на постоянные поиски, вызовов извне, милитарные настроения в обществе, все-таки призванные укреплять тиранию. Услышим эту цитату и также обсудим. Пока Россия сохраняется в нынешних колониальных пределах, она будет постоянно пытаться совершать агрессивные действия в отношении других стран. Им постоянно нужен внешний враг, потому что если его нет, придется решать внутренние проблемы. Если она будет фрагментирована до того, что можно назвать собственно Россией, тогда возможны какие-то положительные моменты. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Так вот, мне кажется, ценностно и культурно Российская Федерация на самом деле объективно имеет такие отличия в разных субъектах, которые составляют саму Российскую Федерацию. И есть ли такая вероятность, что некоторые эти субъекты все-таки не захотят больше отождествлять себя с Российской Федерацией, захотят развивать свою культурную идентичность, укреплять свои ценности, к примеру. Ведь сейчас, когда пытаются мобилизовать отцов многотетных в том же Дагестане, к примеру, здесь явно не про какие-то ценности, и это явно не подкрепляет то, что является важным для жителей этого региона. Ну, давайте первое. Значит, это вам любая теория, любая политология, любая наука, любой политтехнолог вам скажет, что поиск внешнего врага и попытка захвата чужих территорий происходит ровно тогда, когда какие-то люди наверху решили править вечно. И проблема-то не в том, что Россия там большая и хочет расшириться. Проблема в том, что власть в стране уже 20 с лишним лет узурпирована одной преступной группой, которая не способна уже решать какие-то проблемы внутри страны, ну, потому что она засиделась. И для того, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем, она пытается искать этого внешнего врага и мобилизуя людей, так сказать, в свою пользу. Это происходит ровно, потому что в России власть не меняется. Поэтому, конечно, если мы говорим о России, которая существует как диктатура, то, безусловно, да. Такая Россия будет всегда представлять угрозы, такая Россия всегда будет искать внешних врагов и такая Россия будет всегда пытаться организовывать войны, нападения на другие страны, ровно для того, чтобы внутри не было никаких протестов, ровно для того, чтобы люди не обсуждали проблемы коррупции, ЖКХ и так далее. Поэтому мы и говорим о том, что России нужно переучредить на новых принципах, чтобы была реальная федерация, чтобы власть сменялась регулярно. И тогда не будет таких проблем никаких. Америка тоже большая страна. Америка и Канада вообще больше, чем Россия по территории. Поэтому и никаких проблем там нету, да, в плане там нет никаких имперских амбиций, нету никаких попыток захвата чужих территорий. Почему? Потому что власть меняется все время, да, потому что люди сосредоточены на своих внутренних проблемах. То же самое надо делать с Россией. И при этом вы говорите про регионы, которые хотят отделиться. Ну, слушайте, регионы захотят отделиться, если Путин будет вечно править, а Россия будет под санкцием. Когда-нибудь, лет через 10, произойдет, когда у федерального центра закончатся деньги. Но сегодня надо понимать, что в России всего, ну, может быть, 5 регионов, которые являются донорами, да, то есть которые платят налоги, зарабатывают и платят налоги федеральному центру. Все остальные регионы из центра деньги получают. То есть им невыгодно просто никуда уходить. Если завтра Чечня уйдет, она просто будет жить беднее раза в 4 или в 5. Никто такого не сделает. Просто не надо жить какими-то фантазиями. Может быть, это и красивая, да, вот такая история, красивая теория, что вот Россия развалится на разные части, всем будет хорошо. Нет, не будет хорошо. Будут воевать эти части между собой, у всех ядерное оружие, ничем хорошим не закончится. Но это может произойти, если Путин сохранит власть, как еще в течение, допустим, 7-10 лет. Но если власть в стране сменится, то всем будет выгодно как раз менять ситуацию внутри страны, реформировать себя, меняться, договариваться с Западом о каких-то приемлемых правилах игры. И тогда не будет никаких больше угроз. Ну, то есть, если... Ну, представьте, Дмитрий Гудков пришел в власть. Что я буду чужие территории захватывать или искать внешнего врага. Я буду заниматься переучреждением страны, реформами. И многие другие люди, которые сегодня уже поняли, до чего доводит монополия на власти, элиты уже поняли, бизнес понял. Но поймите, что запрос будет как раз на реформирование России и превращение ее в нормальную страну, которая, в общем-то, прекратит свое существование в качестве диктатуры и империи. Вот на это запрос будет. И в обществе на это будет запрос. Дмитрий, ну, знаете, также фантазиями представляется, что режим и его последствия можно вот так вот быстро сменить, и что на самом деле все начнется так хорошо, прекрасно и конструктивно формироваться внутри самой Российской Федерации. И те семьи, чьих мужей, сыновей и отцов отправили воевать в Украину, особенно те, где эти мужья и сыновья не вернулись домой, они смогут вот так себе это простить и захотеть дальше жить внутри самой Российской Федерации, предполагая, что все-таки в будущем когда-то возможно еще возрождение этих имперских традиций и на войну пойдут пусть уже не сыновья, но внуки. Да, конечно, я не считаю это фантазиями. Безусловно, это будет достаточно сложный путь. Но давайте сравним ситуацию с Германией в 1945-м, где погибших было миллионы, миллионы погибших. Когда танки дошли до Берлина, когда Германия была разрушена, и какое количество людей тогда было вовлечено в военные действия. Но тем не менее, прошло 20 лет, и Германия стала другой. Здесь же нет разрушений, здесь же не миллионы погибших, там сотни тысяч, то есть здесь масштабы проблем меньше. Поэтому, скорее всего, и времени меньше займет для того, чтобы ситуацию изменить. Но при этом надо понимать, что все это может происходить. Я оптимист только в одном случае. Если действительно будет военное поражение, если действительно путинский режим будет смещен и заменен каким-либо другим, и тогда, безусловно, все эти процессы будут проходить при участии Запада, я думаю, по согласованию с Украиной. И эти реформы будут достаточно приемлемыми, потому что Россия будет, грубо говоря, интегрироваться во все эти институты, когда будет приоритет международного права, когда суды будут подчиняться, грубо говоря, международному праву, когда реформы будут приводиться в соответствии с международными нормами. Все. Этот процесс, конечно, будет сложный, долгий, но я просто не вижу какой-то более изменяемой альтернативы, потому что развал на самом деле приведет к тому, что будет много частей, которые будут между собой воевать, где будут жить люди, мечтающие о реванше, они не будут никуда интегрироваться, они будут продолжать жить в стагнирующей экономике, и причем каждая из частей будет обладать оружием. Значит, мы получим потом проблему не с одной стороной, а с шестью, например. Вот как вам такое? Дмитрий, ну вы вот так нас в скидку сказали в одном из ответов, мол, вот Дмитрий Гудков придет к власти, что я буду захватывать чужие территории, я буду налаживать, собственно, отношения с миром и так далее. Но ведь это не единственное, что нужно делать, что ведь очень много работы внутри самой Российской Федерации. И третий сценарий, который именуется никак иначе, как деницификация по отношению к самой Российской Федерации. Как вы считаете, нужна ли деницификация в Российской Федерации? И если да, в какой форме, каким образом это может происходить? Я думаю, что просто это слово уже настолько заезжено. Депутинизация просто это будет. Она, конечно, нужна, да, потому что людям надо будет рассказывать правду. Правду о том, что было сделано начиная с 2014 года, про аннексию Крыма, как это происходило, про война же с 2014 года идет, про то, как Путин поддерживал сепаратистов, финансировал, в результате чего погибли там тысячи людей. Надо будет рассказывать правду о том, что творили российские военнослужащие в Буче и в других городах. Конечно, да, прям документальные фильмы, которые должны транслироваться, на которых, может быть, даже сделать какую-то условно обязательную явку, как это было в Германии. Тогда же людям все это показали. Я думаю, что россиянам обязательно это все нужно будет показывать. Поверьте, такое количество очень профессиональных журналистов, которые сейчас выдавили из страны, которые вернутся и могут сделать замечательные продукты для того, чтобы люди узнали вообще, что там происходило. Конечно, общественное мнение будет потихонечку меняться. Это нужно. Но, опять-таки, если уж я бы пришел, то, конечно, вывести войска, остановить войну, выплатить репарации, освободить все территории. Дальше начать выплаты и компенсации. И дальше менять страну, менять Конституцию. В Конституции четко прописать, что это парламентская республика, что это настоящая федерация, где значительные полномочия, переданные регионам, где власть четко меняется. Раз в четыре года проводятся выборы, и больше двух сроков ты не можешь быть ни президентом, ни губернатором, ни мэром города. То есть все нужно приводить в соответствие с международными нормами. И я, как депутат Государственной Думы шестого созыва, я же вообще был автор очень многих законопроектов о том, как выборы организовать, в какой системе. Я изучал немецкий опыт, например, связанной, смешанной системой и так далее. Какие должны быть выборы губернаторов, как нужно прописать законодательство о политических партиях, ну и так далее. То есть все это на самом деле готово, и все это будет реализовано, конечно, и обязательно людям надо будет рассказывать правду. На самом деле здесь не должна быть пропаганда. Здесь нужно просто дать возможность независимым журналистам спокойно работать. Они все и сами расскажут. Гораздо лучше нас. Это не должно быть спущено сверху, должна быть просто предоставлена свобода. Я вас уверяю, большинство уехавших журналистов, блогеров с удовольствием вернутся и с удовольствием, с огромным удовольствием расскажут людям правду о том, что Путин сделал в Украине. Дмитрий, ну, прозвучала, как такая неплохая предвыборная кампания на самом деле, но мне кажется, в этом всем плане мы несколько недооцениваем укорененность сознания людей и то, как эти люди сейчас воспринимают, тех же журналистов, которые выехали, которых уже именовали иноагентами и так далее. Сначала, мне кажется, нужно будет пробиться и объяснить, что это не враги, а уже потом заставить послушать. И это действительно достаточно продолжительный процесс. Но план действительно звучит очень оптимистично и довольно неплохо. Кому ничего не надо объяснять. Во-первых, всем абсолютно наплевать на то, что там власть кого-то называет иностранными агентами. Я вас уверяю, выйдет Алла Борисовна Пугачева и Максим Галкин и расскажет, какие мерзавцы, подонки, кому они, какие статусы, так сказать, выдавали. И таких людей, там Макаревич тот же, и уважаемых в обществе, которым дали эти ярлыки иностранных агентов, они очень быстро, во-первых, сами реабилитируются, хотя им даже не надо. У них все равно миллионы людей, которые их поддерживают. Но они все выйдут на экран и все расскажут. Это достаточно быстро произойдет. Здесь нет такого, что мне сейчас пишут, а вот Гудков там предатель. Этого нет уже, поверьте. И вот еще в 2014 году, когда я выходил на митинги против аннексии Крыма, войны в Украине, мы там не голосовали за аннексию в парламенте, тогда да, было какое-то давление обществу. Сейчас нет, я не вижу большого количества людей, которые искренне поддерживают то, что Путин делает. Они скорее соглашаются для того, чтобы не попасть под репрессии, потому что они прекрасно знают, что если ты завтра что-то скажешь против войны, тебя носом в пол положат, как вот эту краснодарскую пару, или тебя посадят, как Яшина или Гориного, или вывернут, тебе выкрутят руки. Все, что захотят, с тобой и сделают. Как только это будет безопасно, я вас уверяю, вы приятно удивитесь, что на самом деле огромное число людей, которые поймут, что уже не страшно говорить, выйдут и начнут говорить. Я не вижу никаких митингов в поддержку войны. Благодарю вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Дискуссия вышла на самом деле очень любопытная, и хочется мне верить в то, что это все возможно, просто потому, что вы знаете Россию хотя бы лучше, чем я. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, был с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин